Первым и самым важным условием положительного рассмотрения заявки в Минпросвещение является нуждаемость школы в ремонтных работах, которую, к примеру, в случае с первой школой даже особо доказывать не приходится. Учреждение работает в Нягоне с 1976 года. Капитальный ремонт за почти полсотни лет не проводился ни разу. После капитального ремонта изменится все в нашем образовательном учреждении. Это не только рекреация, не только столовая, медицинский кабинет, но и учебные кабинеты. В первую очередь, конечно, мы заказываем оборудование для учебных кабинетов. Это парты, стулья, мебель, интерактивные доски заказываем. Кабинеты будут оснащены по последним требованиям, по современным требованиям. Программа предусматривает комплексное формирование современного образовательного пространства. Изменения должны затронуть абсолютно все. От облика кабинетов до закупки учебников и переподготовки педагогического состава. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. У обновленной среды обучения и оболочка должна быть совершенно отличная от прежней. Выбирать новое лицо родной школы будут сообща педагоги, родители и ученики. Собирать пожелания педколлектив начинает уже сегодня. Дети выбрали более яркие тона, зеленые, синие, красные тона. А родители, наоборот, выбрали другой дизайн школы. Но, значит, когда уже будет утверждена вся проектно-сметная документация, в школе будет работать специальный дизайнер, который будет заниматься оформлением нашего образовательного учреждения. Также будет проведено голосование учеников, родителей, педагогов нашего образовательного учреждения. Будет учитываться мнение каждого из них. Экспертное заключение по итогам обследования Нягонских учреждений показало, что у многих школ проблемы общие. Практически всюду, за исключением относительно новых объектов, требуется замена системы тепловодоснабжения, ремонт кровли, модернизация учебных кабинетов и придание эстетичности и функциональности прилегающим территориям. Задача все-таки не делая акцент на строительстве только новых школ, но и спасая имеющиеся, действующие школы, потому что это история, это традиция. Здесь, видите, все в одном объединяется. Я думаю, что это правильная идея, и наша задача это реализовать. Это очень глобальная работа, да, потому что это касается и внешнего вида облика, это касается замены всей внутренней инфраструктуры. Конечно, если нам удастся это сделать, наша школа поменяется и качественно, и психологически, по-моему, будет восприниматься на совсем другом уровне. Вторая и третья школы не просто в одном порядковом, но и едином историческом ряду. Этим объектам за 30, и проблем за десятилетия накопилось немало. Чтобы создать совершенно новые условия для обучения детей по современным стандартам, да еще и в нескольких школах сразу, нужно чудо или вот такая беспрецедентная президентская программа. Но реализация ее рассчитана исключительно на условиях софинансирования. Федерация, округ, бюджет. В подготовке документов включены такие структуры, как УКСИР, это подготовка, ну, как и определение объема работ по непосредственному ремонту. Это ОГХ, это вопросы благоустройства и замены коммуникационных сетей всех образовательных организаций. Это комбинат питания, потому что нам нужно будет оснастить пищеблок современным оборудованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Это детская поликлиника, потому что нам нужно будет оснащать медицинские кабинеты. Правительство намерено рассмотреть заявки до 15 июня. И если Нягонским школам удастся войти в число участников, то почти 3000 детей ежегодно смогут получать общее образование на качественно новом уровне в условиях высокотехнологичной и безопасной образовательной среды.